значит я подходил к проблеме субъекта и проблеме свидетеля в контексте психологии соответственно социологии то есть социальных явлений психологических явлений разных феноменов вот отчасти так как-то перекликается с проблемой наблюдателя в квантовой физике но поскольку я там не знаток поэтому я про нее не говорю отталкивался я от такого рассуждения что многие понятия которыми мы оперируем сейчас они идут из римского права то есть из судейства и судопроизводства например такое понятие как причины или как и вина то что является причиной возникновения никто некоторых преступлений или зла появляется вина вот понятие вменяемость или безумие тоже является скажем так и берет свои корни из того же самого права то есть меняемость это то кому можно по самому в минуту вину вменить то есть тот кто может быть виновным соответственно невменяемый человек это тот человек который виновным быть минут не может то есть ему в вину вменить нельзя в тот период невменяемыми считались одни группы лиц это были разные представители всяких разных психических болезней там отклонение женщин безумцы женщины разные это были те которые как сказать транжир это были меланхолики то есть группа лиц была очень разношерстной туда входили как клинические больные так и просто те люди которые провели неприемлемый образ жизни поэтому в тока впоследствии в клинической психологии безумие как именно как болезнь была в своем ровном путем скажем так некоторого отсечения или очищение этой группы на тоже как бы вторично и свидетель тоже является фигурой и судейской то есть участвующий в процессе и заключается задача или функция этой фигуры в том что она удостоверяет определенные факты наличия или явления выглядит это следующим образом для того чтобы подтвердить наличие там кого-то события каких-то причинно-следственных связей необходимы некоторые признаки или улики которые будут эти связи являть например отпечатки пальцев на являются следами прикосновения человека к кому-либо объекту они являются уликами или признаками того что человек к чему-то прикасался поскольку сам прикосновение как в прошлом от этого прикосновения осталось только его след или улика или отпечатки пальцев скажем какие-нибудь там брызги разбитая посуда я не знаю какие-нибудь травмы синяки и так далее являются следами некоторых явлений которые имели место быть но которые ушли в небытие оставив после себя только следы при тех случаях когда никаких следов не оставлен никаких физических следов выявить не удается мы скажем например 40 который никто не слышал признаками ссоры могли бы выступать скажем например каметом битая посуда на если это семейная ссора но если таковой не имеется тогда признаков того что ссора имела место быть никаких не существует она прошла и осталась без как бы так произошла бесследно не остними ни на что не повлияв не оказав никакого воздействия на окружении и в таком случае имеется единственный способ подтвердить эту самую ссору это некий свидетель который удостоверить то что ссора имела место быть это тот кто своим указанием говорит что это есть и тем самым некое событие появляется отсюда является возможность лже свидетельствования потому что если свидетель укажет что было событие которого нет суд будет обращаться с этим событием так как будто бы оно имело место быть но тем не менее конечно имеется ряд определенных процедур которые минимизируют степень этой самой лжи то есть показания свидетелей они не воспринимаются так скажем так когда это только единичный показатель необходимо определенное количество этих самых свидетелей поэтому можно скажем одно лицо не может удостоверить или что-то опровергнуть необходимо несколько лиц показания свидетелей подтверждаются наличие каких-либо других признаков мог ли этот человек находиться в этом месте подтверждать и так далее но все это некоторые следственные мероприятия которые по отношению к самой функции свидетеля как той фигуры которая удостоверяет наличие самого явления является вторичным свидетеля тот кто одним своей одной своей волей являет что-то или наоборот как бы игнорирует или вводит в небытие то есть вытесняет а теперь как бы перемещаясь в плоскость психологии и социологии возникает вопрос что многие события многие явления существуют для нас исключительно в качестве заверенных некоторыми лицами вещами то есть мысль мы о них знаем мы с ними оперируем лишь только потому что они кем-то заверен этим заверителем может являться некий большой другой или скажем так фигура закона властитель царь бог не знаю там природа все что угодно пророк тот самый не из которого удостоверяет или подтверждают своим свидетельством то есть некой такой символической печати то что это истинно это имеет место быть при том что мы как 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 люди проверить или удостоверить действительность этого самого подтверждения не имеем никакой возможности в силу того что мы ограничены жизни и так далее и справедливо и обратно что могут быть существовать некоторые явления или процесса которые будучи вытеснены то есть проигнорированы на никем не замечаются лишь только потому что не было того самого перста который бы на них указал подобно тому как корабли колумба или кого приплыли к к америке и это вот легенда то что значит шаман этих самых индейцев долго смотрел вдаль потом указал корабли появились только после этого все стороны при племя узрел значит невидомой конструкции которых до этого они начнут в опыте не имели и меня соответственно возьму волнует вопрос того а как бы если посмотреть на реальность вот через эту призму того что могут в этой реальности существовать объекты до которые являются скажем так вымышленными или симулированными а то есть те которые уст удостоверены как имеющие место быть при этом ну скажем так как лжесвидетельство то есть не имеющие под собой никаких реальных оснований то есть симулякры они могут иметь реальные эффекты влечения на которые могут выстраивать некую цепочку поведения скажем я хочу этот автомобиль мне он очень нужен я готов стоять там в очереди за новой версии айфона и это является абсолютно реальностью потому что я действительно не стою при том что сама необходимость в этом гаджете является абсолютно вымышленной на не имеющий за собой никакого подтверждения и вариант перевернуты то есть когда имеется не на некое место быть некая реальность которая без указания просто оказывается вытеснены то есть она есть но они никто не знает именно потому что никто на нее пальцем не ткнул они умалчивают и вытесняют и как бы ее нет она находится за гранью нашего восприятия а у молча будет свидетелей или этих свидетелей просто не может быть и вот тут как бы я пока пока не знаю как бы дальнейшее движение вот я пока так вот логику так вот прошел и как бы что с этим делать дальше вот мой вопрос ну понятно что есть не некоторая группа лиц так называемый шаманы короли или кто-либо еще которые превращают некоторые события на которые они указывают и тут вот да и тут у меня вот как бы второй второй такой как бы перевертыш что да изначально как полагается что эта самая фигура или этот самый большой другой действительно обладает некой ну как бы такой божественной властью как маг силой мысли объекты как бы являть в явь и наоборот их ликвидировать полагается что или как бы отголоском этой идеи в нашем сознательном бессознательном остается так называемый фантазм заговора или некого большого брата который как раз таки знает то как есть на самом деле на масон и многоктудовочка путина какие-нибудь там женомасонские заговоры рептилоиды и какие-нибудь там международные корпорации это есть те самые бессознательные архетипы некого большого другого который знают как устроен мир мы живем здесь и предполагаем что мир устроен одним способом но этот способ ложен на он не совпадает с реальностью некой некой как бы истиной а вот они знают что скрывается за всеми этими ширмами на самом деле на допустим там продажа или постройка детского сада это значит не благое дело это все там тайны и способ немножко же не так и тогда они скорее воспринимают как некие искрытые движущие силы ну чем нет такой архетип сложился в общественном мышлении да что мы не знаем как просто это реальное дело но по крайней мере есть те вот кто власти которые по крайней мере точно знают как субъект потенциально знают ситуации типа именно потому что скажем ну какие-нибудь там социальные процессы процессы или политические битвы допустим не знаю с тем же самым а вот его поведение его вот эта программа в каком-то смысле кажется довольно таки непонятно почему себя ведет так если можно было бы там по-другому выстроить оппозиционную партию но если мы предположим что это все там тайный агент путина что это все вот продумано и все складывается на свои места напряжения объяснять некоторые события случайностью или просто совпадением или другими или скрытыми когда все можно объяснить простым еврейским заговором совершенно верно что есть некий заговор это самая фигура которая путем своего наличия снимает напряжение о непредсказуемости мира или о том что мир скажем так несколько более пористый несколько более сложный чем нам кажется тем самым отсылая эту функцию объяснять мир ему пусть он знает то есть как бы отсылка к всевышнему вот так нет всевышний является еще одной фигурой который это место занимает место субъекта или место того кто знает что происходит только фигура такая трансцендентная слишком на только фигура это относится к определенной традиции а сейчас у нас есть в некие вариации одной и той же фигуры это все об одном и том же иисус и господь и пророк и в том что проблема шамана в том что что-то не было она стала краблика улумба появились есть другая проблема проблема легитимности то есть у тебя есть некоторый набор происходящих событий но ты их не воспринимаешь как таковых кто-то должен вот и это может быть шаман шаману не только дни кораблика у колумба превращая совершенно мир с ним вниз не быть я вывод бытия превращает нечто нелегитимное живите именно и вот об этом и речь вот как бы сейчас к этому я и подведу то есть кто есть то есть грубо говоря есть куча экспериментов пока избранное количество академиков не скажет их и не подтвердит они не будут нелегитимы совершенно верно то же самое начали точно также как в суде каждое доказательство должно быть подтверждено каким-то экспертом какой-то коллеги и только после этого они могут быть пришиты к основном делу вне зависимости от того и процедуры реальные реальные или нет то есть я могу внести фотографию допустим там как кто-то убил президента кеннеди держит ружью вот если мне спросят как бы откуда это фотографии вот чем подтверждено ее легитимность я скажу так вот я сам сделан искать не до тех пор пока там допустим эксперты на и не посмотрит или что-то в этом роде ну да то есть нужно некоторые геометизации это конечно ситуация фантового наблюдателя отличается принципиально потому что квадровый наблюдатель несуществующие делают существующие однако здесь имеется следующий как бы ну перевертыш на о том что вот эта самая фигура или архетип субъекта потенциально знающего а ее можно рассматривать то есть как как фантазм то есть то как как некая желаемое выдаваем из-за действительно то есть поскольку имеется некая тревога или напряжение вызвано тем что мир слишком скажем так сложный намного более многообразен чем нам кажется и объяснить все допустим каким-то там ростом доллара не представляется возможным это чтобы закрыть эту самую дырку необходимо некая затычка на или вот пробка этой пробкой выступает фантазм то есть тот самый архетип который знает вместо меня черный ящик ситуация черный ящик совершенно верно при этом реальные знания этого самого субъекта в данном случае не учитывается абсолютно плевать знает ли путин или нет главное что мы так думаем справедливо следующий вход о том что вполне возможно тот самый сидящий наверху который все получают из как бы из всю реальность представляет в виде репрезентации от третьих лиц в виде отчетов документации ну или чистое диалога созерцания о мире знает намного меньше чем мы сидящие здесь и сейчас потому что мы с ним взаимодействуем непосредственно а он опосредованно по сути дела скажем когда нам сверху говорят о том что имеются какие-то там росты ввп не знаю там процентные ставки и бла-бла-бла о том что что-то там построилось вот на бумагах там на графиках цель растет по стрелочка вверх а мы вот сидим здесь и понимаем что вроде бы как бы ничего или изменилось возникает разрыв между тем что имеется вверху как как представление сам о том что на самом деле это реальности которые есть у нас на отсюда как раз таки необходимость эту реальность удостоверять что мы не верим тому что вот как происходит вокруг поэтому для того чтобы это поверить необходимо чтобы кто-то это легенетизировал и следовательно возникает разрыв в реальности что мы здесь вроде бы как имеем место с ней с некими с некий с некой действительностью такой как она есть на самом деле вот эти эффекты вот эти процессы которые текут их можно по щупам можем их под принять участие и ощутить на себе их воздействие при этом мы считаем как бы несуществующими несущественными каким-то вторичными и есть некие процессы которые абсолютно эфемерны при этом мы предполагаем что как раз таки за за ними скрывается некая реальность я полагаю что этот разрыв будет как бы расти он станет еще большим пока не наступит то что в психологии называется психозом то есть тогда когда некоторые участки реальности действительности требуют травматичные или травмоопасны для субъекта воспоминания каких-нибудь травм на переживание влечений становится слишком интенсивно они вытесняются если вытеснение слишком много тогда как бы плотность реальности теряется на станция очень пористой и для того чтобы эту плотность в как бы вернуть она насыщается воображением или бредом проще говоря для того чтобы она сохранил свою целостность не нужно как бы чем-то запомнить она заполняется бредом агрессивным вот это может быть бред преследования может быть бред влечении бред воздействия там уже просто бредовые установки это может быть какие-то бредовые верования или бредовые убеждения там не знаю потому что это понятно что человек сталкивается с некоторой действительностью которая вас расшиты которая нелегитимная требует какой-то легенитизации он приходит церковь или открывает блока и вот у него возникает некоторая такая такая ситуация которая требует она он находитесь требуемую легенитизацию но с другой стороны возникает агрессивность он пытается убрать из мира то что этой легенитизации не соответствует да это такая вот агрессивность то есть нынешние православные и гейла это как бы вот такая форма психоза как и не самый сам ну вполне возможно то есть ислам из самого современные для сильные слома по всей видимости является откуда он настолько популярен он же исключительно популярны самая успешная мировая религия все больше больше народу него когда переход ну вот он чем он получается то есть стресс третьего мира и стресс самых самых негров в америке потому что большая часть негров приходят в ислам в тюрьмах они были бы и в тюрьмах они приходят и становится принимать новое имя и становятся источниками ислама и они становятся вот в этой стороны самые странные вещи оказываются в ситуации пытающиеся из изменить мир под собственную дегитивную модель да и не это не очень но все пытаются изменить мир папа по-своему очень мало заключенных поэтому ваша тенденция вряд ли является один из примеров кассиус клей конечно на воле стал мохамиде но кассиус клей старого здесь ни при чем к нему он без тюрьмы он без тюрьмы стал никогда не было киловцы но это было ранний период романтический начало 70-х годов нет но вот смысле я вот такая вот своеобразная вещь которая попытка как бы сохранить собственную картинку и погонять под реальность делать не в картинке в целостности истеричность вопрошается любая целостность да 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 я некогда истеричность истеричности такой своеобразный да понятно даже не истеричности а психотичности поскольку а другая такой областью как ни странно это нынешняя научпоп вот научпоповцы вот они сейчас только стали очень популярны наконец-то их лучше начать понимать докинс кассе казанцева сергей марков еще какие-то либо ставь себе вот и против религии и против религии и они ведут себя гораздо хуже чем талия поклонского назови поклонская все-таки в отличие от оси казанцева очень красиво и не передаваемым густым еврейским акцентом на на улице казанцев таким овладел соснового города как она ухитрилась так на курсы как раз официальный завелась я спорта я сходил в открытый еврейский университет свое время на киевской улице и там была девушка высокая не похожа совершенно модель блондинка голубоглазая звали алена высокая длинноногая красиво и говорила с таким густым еврейским акцентом это просто чудо было откуда она его тоже взяла вот это очень 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 интересно то есть есть так называемая научная картина мира который конечно к науке и к миру не имеет никакого отношения она к миру имеет и к науке такое же отношение ну я думаю что даже меньше чем представление натальи поклонской а действительности но в меньше и тем не менее это она картина транслируется у них большое количество адептов ася казанцева может путешествовать по всему миру и на ну по крайней мере по россии и на деньги которые она собирается своих адептов жить ну просто как какая-нибудь там но вы импел коми вот где-то месяц назад как раз казанцева не выступала все туда насильно загоняется видите все то же самое то есть это та же самая та же самая картинка а почему доктор так ненавидит вообще не понимаю но потому что конкуренция конкуренция но не знаю как конкуренцию точно точно запас просто они сделали вот этот самый значит вот эту картинку тоже у них есть некоторый мир который с точки зрения их эллигематизации гимит не пида и в основу все биологи то есть люди никогда с нормально рука и не сталкивающиеся а сталкивающие только с коллекционирование марок они сталкивались всю жизнь то есть они не знают ни физику не математику бедно ася казанцева там пишет что вот она высшей школы экономики учиться нам просто друзьях на фейсбуке и значит она и ей как бы так линейный алгебру никак бедный не дается пустяки же дали не согласитесь вот я могу сказать что пустяки мне сказать то я могу но у меня ничем не подкреплено моим высказыванием вот это кстати очень интересная штука я вот тоже не понимал вся вот эта толпа научпоповцев которые стали чрезвычайно популярны которые друг с другом отсылаются которые путешествуют по стране с лекциями в чем причина их успеха а вот оказывается в такой же позитивном шизофреническом борьбе то есть они вот этой точки зрения ничем не отличаются от но это конечно софренические получается потому что они же соединяются вместе в группы то есть их представление реальности становится адекватным друг другу но в данном случае в данном случае я приведу такой ну известный анекдот про мужа ревнивца который значит страдает бредом измены он подозревает свою жену значит она изменяет вот и загадка в том что даже если его жена ему действительно изменяет даже если это так от этого в его бред не становится менее патологично но если надо сигар это просто и здесь говорил о другой ситуации насколько я понимаю это когда жена изменяет а у мужа абсолютно уверенно что она ему не изменяет ну это нет ну как сказать это все вещи одного порядка нет это не бред если у вас пора но это не значит что за вами не следят совершенно верно поэтому если это я к тому что даже если картина мира действительно совпадает и сходится и так далее от этого ее функция затычки что тот же сергей марков вполне компетентен своей области вполне и оси казанцева тоже неплохие вещи наверняка рассказывает но надо предпринимать саму природу научпопа научпопа состоит в попытке или гематизации то есть как бы у некоторой такой секции некой картинами ну отчасти возможно то есть он как бы сам по себе как таковой как ни странно оказывается взывает некоторому верховному существу к гематизации только и если известно слово категория и категория 10 аристотелевых 12 кампуски категория восходит греческому я обвиняю у нас чего ты собственно начал как 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 не как начинается когда сходят сапазы там где даже не подозревал поэтому как как вариант ну как бы можно предложить следующий подход и на поскольку данные процессы являются ну как сказать некой калькой психических процессов которые имеются у человека то следовательно можно и с как бы с реальностью с социальным положением работать как бы подобным образом на если рассматривать скажем наличие каких-либо там движения организации клубов и так далее как вот эти самые некие некоторые бредовые порождение либо бредовые продукции которые имеются у человека психотическом состоянии то и развенчивать их и работать не можем точно точно также как с бредом да это очень важно да то есть точно так же как бред несмотря на всю свою бредовость имеет определенную структуру определенную функцию отсылает каким-то тесну как бы тем процессом которые имеют место быть и на там вытесненным желанием точно так же можно развенчивать все остальные там допустим тот же самый теористическую организацию гил посмотреть ее как метро бреду того в том что вы пояснили что можно как то как то можно будет по этим что привело к этому что лежит в основе вот этой самой некой травмы этого разрыва потому что ну грубо говоря очевидно что что-то что-то не так что-то с чем-то не клеится при том что эти попытки склеить упорно имеют место быть упорными место быть некая слепота потому что те намерения которые 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 руководствуют определенные государства и так далее вроде как благие но почему-то их последствия зачистое оборачиваются обратно и этот и это противоречие но вот как бы не разгадано почему почему борьба борьба с наркоторговлей наркомании в америке и приводит к обратному эффекту но вот как бы у наркотиков становится больше дороже чище и так далее такая наша ситуация обсуждаемая как-то в вашей стопе описать это пример того что определенная речь идет просто только вы это очень правильная вещь нельзя приходить в эту самую ситуацию с внешними и рациональными этими историями ты не можешь прийти к группе наших современных российских популяризаторов науки начать с ней беседовать они тебя уведут совершенно правильным фактом ты будешь с ним обсуждать факты по нейрофизиологии по палеонтологии вот они будут все эти вещи думать и они искренне будут говорить что они вот об этом рассказывают о том что такое сон с физиологической точки зрения они будут думать но на самом деле весь научный поп совершенно не про это совершенно к сожалению не про это не про правильные факты которые они там сообщают он про попытку легимитизации так называемой научной картины мира столь же агрессивную столь же данную и в этом смысле вот такую же бредово-шизофреническую вот чем дело то есть у него особенность особенность в том что он в чтойности своей совпадает с научной с наукой но превращают в некую научную картину мира еще в одну картину мира которая сама по себе работает в среде это негативности дегематизации данный данный данное явление можно назвать разрывом между содержанием актом высказывания то есть тогда когда содержание высказывания или речи как бы ограничивается лишь только тем что было сказано то есть по факту что было произнесено совершенно как акт является функцией работы этой самой речи где она сказана в каких условиях с таким тоннами интонации прочим прочим обстоятельствами грубо говоря допустим это опять же та же самая шутка про преодолевый чайник три вида оправданий три этапа правда первого правда не у тебя чайник не брал второе оправдание когда тебе его вернул он был целый и третье когда я брал он был уже с дыркой то есть по отдельности каждое оправдание имеет место быть но когда они находятся три вместе вот в одном ты подряд они как бы опровергают друг друга точно так же и здесь когда скажем я вот читал одну работу как раз таки из научпопа там где была попытка выстроить альтруизм и мораль на основе неких биологических как бы закономерностей правды как допустим там избегание боли понимание другого что вот как бы если ему будет больно будет больно и мне и в такой вот вроде бы и это все имеет место быть да но проблема в том что как бы то место в котором пытаются эту самую мораль вот нам обосновать она не совпадает вот как бы сама моралью как таковой то есть как бы за какого-то вместо не может осуществить ну что тогда здесь возможно здесь вот как бы неуместность эти говорят случае мы с математикой как раз таки он и тем хорош что как раз таки там при ее предметы у них существовало соединено существованием и там уже не нужно авторитетов которые бы удостоверяли его бытие но может быть то ли правильно это говорит что различий самого высказывания как такового это что говорится пришла это ася казанцева она говорит правильные вещи совершенно как бы пошел там не внизу прочитал какую-то книжку тоже говорит правильные вещи но сам факт высказывания как таковой вот самому по себе он совсем не по это объясняется то есть он умеет вместо этого оформлен ровно в таких картинках каких каких даже более агрессивно гринические ситуации да высказывание там наталья поклонская и она на яфоне выигрывает конечно здесь же ситуация просто большая малая посылка как бы большая здесь такая психологическая до которым параллель обнаружили в этих процессах на по это большая просто посылка до получается мало посылка это те конкретные мотивы которые ему всю минуту сиюминутно движут ну понятно дело что определять мотивы как бы как ланису это это все все целый случайный разговор да и вот если бы долгий долгий постоянно рассказывал про эгоистичный ген хотя попытка свести ко всему какому-то этому она привлекать на какой ситуации но у него уже откуда-то это берется атеистическая картина тоже не взоров он тоже стоит на этих на позициях научпопа да научная картина мира но он же борется с этим с религией спас за запалами и в терминах которые и любому проповеднику самому неистовому не снились поэтому все говорят что именно невзоров это лучший аргумент для поддержки патриарха кирилла потому что на фоне не взорова патриарх кирилл выглядит чрезвычайно но они как грубо берет я не знаком с политикой на разное положение практически но у нас это неважно это неважно просто вот эту самую контенте просто хотят сказать другие вещи важные как можно с брэдом как таковым бороться вот я вот это просто субъективная вещь правильно 11 не у бреда другой вот анатолий это говорит что не не прежде чем говорить о способах развлечения надо разобраться понять когда произошло я про извлечения не говорю нет форма бреда объективно а содержание бреда субъективно вот чем дело да и здесь и странная картина бывает что содержание бреда может быть вполне вменяемым и отсылается к своей форме но форма это научпоук а форма то научпоук и это начинает напоминать непонятно что когда приезжает ася казанцева и собирают весь лупиком целиком и все опа там все старшие средний состав и заставляют я слушаю точно так и называется научная картина мира это чрезвычайно интересно вот такие вот эти самые форм то есть это не новая религия ни в коем случае вот и ни в коем случае новая религия а вот другая среда которая требует другой легитимности то есть потому что они делают это некоторый акт на легитимность то есть вот эту картину мира предложить правда какого-то одного слова не хватает еще легитимность слова получилось удачное а еще чего-то не хватает слова не хватает бога бога слишком много бога слишком много мне тоже кажется бога не много но как раз господствующего означает как мы можем доказать что реальность такова какой мы ее воспринимаем только одним способом предположим что бог нас не обманывает то есть между реальностью и мной и воспринимающей должен как раз и быть легитимизирующий факт непротиворечивости истинности восприятия должна быть такая инстанция эта инстанция бог вот именно так и по мере изгнания бога мы остались наедине с реальностью и теперь мы не можем никаким способом в отсутствие бога доказать ее истинность вообще никаким сейчас не бред от истины ничем не отличается вот именно после декарта довольно быстро все это произошло если декарту нужен был бог он даже необходим был вот именно тогда и произошло это падение причем скорее всего всех в бред и отсюда все эти неврозы отсюда ничем не отличаются игиловцы ну или наоборот ничем не отличается айси казанцева вместе с декинсом а ты гиловцев и способ какой вытеснить бред не вытеснить а снять его это вернуть абсолютную инстанцию которая с фактом признания ее существования не существование реальности а существование инстанции которая удостоверяет эту реальность и таковой таковой может быть только бог я на самом деле не вижу разницу между богом версии казанцы данном случае бог это просто некое некое означающее да это просто просто слова до . пристежки которая это гвоздь только пример тем не менее все там а ну вот выгонит оттуда если бог для него все обруживать техническая вещь было другое техническая вещь техническая вещь еще одну такую как сказать но можно делиться на дополнение до 36 минут приходится на следующем поскольку как бы механизм как будто бы бредового порождения основывается на неком вытеснении то есть некоторые участки и в некой участке жизни бытия мир и так далее они вот как бы выпадают проваливаются не вытесняется вот есть как бы такая такое правило что то что было вытеснено но имеет свойство возвращаться но уже не как бы из из не не виде воспоминания виде ничего-то реального то есть того что вот человека отчуждено и воспринимается как нечто инородное то есть как сказать это уже не моё желание моё влечение это влечение кого-то другого направлены на меня например это не я люблю это меня там кто-то преследует и так далее то есть нечто моё то что я вытеснил я потом это самое встречаю в реальности но как отчужденное как то что мне не принадлежит я это не узнаю ситуация плоской земли да исходя из этого можно и да она же можно обнаружить из злобной религии которые только не видел посмотреть на социальные явления которые обладают особо каким-то таким притягательным или нагруженным значением травматичностью например тоже сам 11 сентября или любые другие там катастрофы торнады подрывы террористические акты так далее именно как то что возвращ как как возвращение вытеснено фишка метафизическая ситуация получается ну а как бы другой другой и будет тут же самые целые события как бы то есть мы эти события как-то выяснили а потом они пришли то есть вытеснили не в том смысле что как бы ну а в том что они не произошли должны были бы произойти ну например да то же самое допустим не сейчас на ум вспоминается ситуация с титаником на крушение огромнейшего лайнера которое было просто потрясение этого тоже было однако известно что еще там за несколько лет до постройки самого лайнера был написан роман 1 про судно которое называлось титан который по всем техническим характеристикам было скажем так очень похоже практически идентично тому самому титанику то есть это можно интерпретировать не просто как совпадение скажем то что на уровне воображаемого на общество уже было готово или предвкушало то что катастрофа уже будет она и ожидала но ожидал ее не на на уровне сознания на уровне бессознательного и когда-то с катастрофа случилась в реальности то есть вот но случилось то о чем вы думали вот тогда и коллапс произошел так это бессознательная капитана направила что-ли корабль нет 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 в каком-то смысле это бы случилось рано или поздно как у волдачёва как-то бабочка которая машет потому что запускает как бы уже готовые ситуации как спусковой крючок ну вот так и здесь поскольку вся наша скажем культура сейчас направлена на как бы отрицание и вытеснение явления смерти то любые катастрофы связаны с внезапной смертью людей что является абсолютно естественным процессом воспринимается как катастрофа но катастрофа не техническая а катастрофа метафизическая потому что возвращается смерть который быть не должно вот что я имею ввиду да вот просто когда мы парализм проводили между психологией и социальными вот процессами да это было обосновано как бы да здесь эти два предмета они не слишком друг от друга далеко разнесены по большому счету потому что социологии носители социальных предметов это человек то есть масса каких-то людей да в случае психологии это один субъект да а случае вот во второй второй рот это 2 пара 2 параллельно шлась да вот это вот это метафизическое да здесь как раз таки вот эти вещи они слишком далеко разнесены психика человека да и некоторые какие-то вот такими метафизические обстоятельства и стали которые там где-то в истории накапливаются и потом реализуются там другим способом то есть здесь параллелизм мне кажется был сделан искусственно ну это вместе на это же место что его искусственность кажется именно что он здесь параллель такая искусственно это это не параллель это пусть будет параллельно на психологии мы потом перенесли на метафизику это же как бы ну такое дело почему на метафизику это те же самые социальные явления катастрофы терроризм взрывы и метро это социальное явление катастрофа как социальное явление мы лишь говорили убылили убылили какого-то там население это просто было да а мы говорим про то какое место данные события занимают социальному и индивидуальному просто получилось так что автор написала книгу потом это стало как свидетельство коллективного бессознательного которая накопила себе какую-то потребность ну необходимость катастрофе и потом она каким-то образом это звено выпадает каким-то образом это катастрофа реализован то здесь это звено выпадает и этого звена мы не можем себе премыслить как это могло произойти какая связь непосредственно от одного другого могу привести от бессознательного катастрофе мы не можем реализовать все эти цепочку событий так эту цепочку причин и поэтому это уже отсылает нас их метрической ситуации именно хотя конечно если форма социального естественно ну в данном случае исключительно как ориентир то есть как ну как говорят то место где стоит искать что-то но вот стоит в психологии сказать что-то что отсылало бы нас метафизики на то должно быть что-то что верифицировал бы вот это если мы будем рассматривать как сказать явление или событий как бы их вот как бы некой системной замк То есть, на той плоскости, где они происходят, вот здесь и сейчас, допустим, политически. То мы никуда не выйдем. Мы никуда не выйдем. Мы всегда их должны приписывать как бы как элемент некой большей системы. К чему-то, что отсылает к более общему. Да. Но здесь эта ситуация не отсылает нас к более общему. То есть, она отсылает, но делает это как бы не совсем законно, пока она не обоснует свои права на законность отсылки. Но именно поэтому это и не может быть, ну, грубо говоря, наукой. Именно поэтому это и есть. Да, но на уровне логического движения мы все равно должны найти эти вещи, которые бы, по крайней мере, дали бы нам какую-то почву под ногами устойчивую. Флаг в руки. Я полагаю, что эти вещи всегда будут задним числом. То есть, мы как бы это самое обоснование можем включать в некий пазл только вот как бы ретроскептивный. Потому что на момент, когда, грубо говоря, был написан роман, ну, понятное дело, чтобы произвести вот это. Никто бы не догадался. Конечно, нет. Однако постфактом, когда мы сравниваем некоторые как бы последовательности, думаем, что вот оно, не просто совпало два, там, три или нет, а прям вся ситуация в целом. Более того, есть еще соответствующий эффект психологический, там, трава, падение и так далее. То есть, это не просто катастрофа техногенная, да, это катастрофа уже, ну, историческая. Просто некое событие. То, которое вот как запоминается. Ну, и поэтому есть известное высказывание. Я в начале, естественно, я существовал. Поэтому, да. Я не хрую. Да, поэтому вот как бы таким ретроскептивным образом мы эту логику восстанавливаем. Мы ее восстанавливаем не тем, что мы ее логику восстановили, а тем, что мы просто два события увидели соответствие между ними и соединили именно на основании этого соответствия, а не на основании какой-то логической связи. Совершенно верно. Вот тем самым актом. Этот момент ты и пугает. Вот, 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 вот чем. Так я же говорил, что это будет немножечко раким. Не, ну, я бы хотел тоже немножко магии, но магии немного прибавить к этой ситуации в описании, что вот эти вот различные круги, да, которые объединились по своему мировоззрению, будь то религиозный круг, да, это ведь тоже, как бы, вот эта же ситуация, собственно. Там, значит, какие-то очипенцы, какие-то, может, секты там или прочее. Или даже просто народ. Народ, у которого есть приметы. Я хотел бы сказать, что каждый этот мир, который соединился вокруг вот этих вот представителей, носителей, короче, что помимо того, что все, есть ситуация бреда, не бреда, ладно, но то, что то, во что они верят и то, что они считают реальным, в их кругу, я бы отмечал просто не раз этот момент, работает, причем работает и всякий раз удостоверяет их правоту именно в каждом каком-то, ну, может, не каждом, но статистически там достоверном действии. И это, как бы, уже вторая проблема, потому что, как бы, теперь уже реальность становится не чем-то, как бы, ну, самостоятельным. И предметом соглашения даже быть может быть. Не предметом соглашения, а вот, как бы, такой штукой, которая, грубо говоря, вот, как бы, если веришь, что правда, то истина, если не веришь, то и истина. Вот такая. Нет, если ты веришь, и я верю, то для нас это правда, то в отличие соединения. Олег, вот ты говоришь, что ты наблюдал за странными людьми, но дело в том, что и они за тобой наблюдают, они странными считают человека. Нет, не странными людьми, тут не ситуация странности, а то, что эти миры обособлены друг от друга, и они, накладываясь друг на друга, будут отрицать друг друга, вот. Вот, и все равно они в своем, в своем моменте, локальности работают. Ты предполагаешь, что только у тебя позиция наблюдателя, ты же становился объектом наблюдения со стороны их. Да, но это не исключало моей субъективности. И с таким же, в отношении тебя, с их стороны, предположить, они правы. Да, как бы здесь... И реальность неотличима от бреда и у той, и у другой стороны. Вот, я о том и говорю, что субъективность, содержательность страны, это субъективный момент. Как раз таки, чтобы бред не бред. Но вот пока был Бог, была, возможно, целостность. Не стало Бога, ты не можешь никаким способом и никому доказать истинность. Целостность мира, как вещи науки, например. Да, мы предполагаем все-таки какую-то внутреннюю связь, хоть науке... Когда Бог был, тоже не мог доказать истинность. Это не надо было, потому что истинность была. Ну это да, это да. Ну как бы пока на этом все, но есть. Там доказательства и речи-то не было. Проблем на области, с ними будем работать. Хорошо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok